здравствуйте уважаемые зрители в эфире геоэнергетика инфа с вами журналист михаил кокарев мой сегодняшний собеседник политолог-американист малекондокович дудаков здравствуйте малекондокович да здравствуйте малекондокович байден не совладал с государственным долгом и поставил под угрозу соединенные штаты и мировую экономику вкладывать в экономику сша любимая традиция множества государств конечно заморозка активов россия отрезвила многих но повального бегства пока не наблюдается что ждет соединенные штаты и мировую экономику в случае очередного дефолта соединенных штатов давайте все-таки разберемся на что касается вот этой вот неспособности байдена справиться с дефолтом это на самом деле такая политическая демагогия я думаю что конечно никакой реальной угрозы технического дефолта сша не имеется да сейчас на текущий момент переговоры по поводу повышения потолка госдолга они идут идут они довольно медленно да это создает конечно определенную нервотрепку и мандраж на рынке и среди инвесторов том числе но я опять же не сомневаюсь в том что рано или поздно скорее всего самый последний момент где-нибудь в конце мая или начале июня в общем-то обе стороны и республиканцы и демократы договорятся о повышении потолка госдолга и смогут избежать дефолта сша на потому что дело упирается на самом деле в техническую техническую препону да не более того на просто республиканцы не хотят пока что повышать потолок госдолга имея большинство в конгрессе потому что они хотят сократить гусс расходы но демократы соответственно не хотят идти на сокращение гусс расходов и полностью все удовлетворяет поэтому возникла такая нестыковка на у у американского казначейства рано или поздно закончатся деньги, если, по разным прикидкам, примерно до второй недели июня не будет повышен потолок госдолга, то деньги закончатся, и тогда Америке придется объявлять технический дефолт. Но я думаю, что до этого, конечно же, не дойдет, и в последний момент они договорятся. Поэтому с этого стоит начать. Конечно, в реальности ждать этого не стоит. И обольщаться по этому поводу тоже, конечно же, не надо. Что касается реакции со стороны всего остального мира, то мы видим определенную нервозность. Особенно, конечно, она проявляется со стороны ближайших союзников Америки, которые десятилетиями вкладывали все свои свободные средства в американский госдолг. Потому что, в общем-то, казначейские бумаги США всегда считались наиболее надежным инструментом для инвестиций. Есть Япония, у которой вложения превышают триллион долларов в американский госдолг. Есть Евросоюз, Соединенное Королевство, Бельгия, есть Монархия и Залива, которые вкладывали сотни миллиардов долларов. Ну, в общем, эти страны, они, конечно, будут первыми под ударом в случае, если все-таки теоретический технический дефолт случится. Ну, кстати говоря, и Китай. Потому что Китай до последних лет тоже довольно много вкладывал в американские трежерис. Примерно осталось 800 миллиардов долларов, что, конечно, огромные деньги. Но, кстати, Китай постепенно сокращает свои вложения и распродает некоторые облигации. Ну, точнее, не покупает новые и ждет, когда старые, в общем-то, уже по ним срок истечет. Но, тем не менее, это все медленные процессы. Пока что все равно вложения довольно большие. Поэтому по Китаю это тоже ударит. Но, конечно, по Японии, Евросоюзу и Монархиям Залива это ударит в первую очередь. И я думаю, что как раз на предстоящем, уже начавшемся саммите G7 в Японии будет задано много неудобных вопросов президенту Байдену по поводу того, что нам ждать от этого всего противостояния и цирка в Вашингтоне. И нет ли там реальной опасности дефолт. Ну, конечно, Байден строит такую хорошую мину при плохой игре. Говорит о том, что мы 100% во всем договоримся. Я думаю, что он прав. Считано, они смогут договориться. Но какое-то время на это еще придется потратить. Завтра этого не случится. Мы, конечно, видим, что это уже начинает влиять в чем-то на внешнюю политику США. Потому что, например, нынешний визит Байдена в Тихоокеанский регион оказался сокращенным. То есть в Японию он поедет, в Австралию не собирается. И в Папуа-Новую Гвинею, с которой предполагалось заключить военный договор, Байден тоже не поедет. Поэтому там определенные вопросы сохраняются. И, конечно, придется в будущем Блинкену ездить в эти страны. И, в общем-то, извиняться и оправдываться за то, что в Америке бюджетный кризис. И, в общем, нужно именно на него обращать внимание. Теперь, касаясь второй части вашего вопроса. Чего ждать, если все-таки дефолт случится? Ну, наверное, полностью исключать такой вероятности не стоит. Но она просто небольшая. То есть я думаю, что 3-4-5 процентов, не более того. То есть это, конечно, может произойти. Но все-таки базовый сценарий, 95 процентов, что этого не будет. Но если теоретически предположим, что не смогут договориться, не смогут повысить по того госдолгу, во что я лично не верю, ну, вдруг, мало ли это случится, то в таком случае это, конечно, будет колоссальный удар по репутации США. Как, в первую очередь, надежного заемщика. Вы правильно отметили, что были другие события в американской истории, которые теоретически можно было бы притянуть под термин дефолта. Но здесь есть большое но. Во-первых, это либо какие-то технические неполадки, как, например, в 1979 году, когда просто вовремя не успели выпить проценты. То есть это, в общем-то, оплошность. И потом, в общем-то, все это компенсировали, что там задолжали инвесторам, вложившим его деньги в американские казначейские бумаги. Либо это то, что происходило очень давно, еще в начале существования Америки как государства. Например, в 1814 году на фоне войны с Британией, когда британская армия, напомню, взяла Вашингтон и даже сожгла здание казначейства. Но тогда-то там временно Америка не платила по своим долгам, но это, опять же, было, извините, 200 лет назад. Вот все остальные события, их очень сложно подтянуть под этот термин. И поэтому, ну, конечно, все-таки, скажем так, и если дефолт будет, для Америки это будет означать очень важные прецеденты, как и для всего мира, и с очень плохими последствиями. То есть мы же понимаем, что, например, тот же доллар, он подкреплен не золотом, как было в эпоху британ-вудской системы, а он определен верой, довольно зыбкой на самом деле. То, что американская армия самая сильная в мире, американская политическая система самая стабильная и нормально функционирующая в мире, на американской экономике, которая там самая развитая, условно говоря. Если окажется, что произошел дефолт, означает, ну, армию как бы отодвинем на второй план, хотя тут тоже вопросы возникнут. Если дефолт, и он затянется, то на какие деньги обслуживать эту самую огромную военную машину, неясно. Но что касается политической системы, выяснится, что она нормально не может функционировать, сюрприз, да, если даже обе партии не могут договориться о повышении потолка госдолга, казалось бы, технической процедуре. Ну, вот, но и американская экономика, конечно, да, и не самая стабильная, даже близкая, учитывая, что она окажется тоже под очень мощным ударом, если дефолт произойдет. Для Америки это будет означать, ну, там много разных последствий, на перебои с выплатой социальных пособий, взлет безработицы, фактически почти гарантированное наступление рецессии и так далее. Но для всего мира, ну, в общем-то, дальнейшую потерю доверия к доллару и вот к америкацентричной финансовой системе. Поэтому я думаю, что результат будет, в общем-то, полной катастрофой для Вашингтона, в том числе для администрации Байдена. Конечно, они постараются этого избежать. Американская либеральная пресса бьется в истерике, требуя поддержки Джо Байдену на следующих президентских выборах, аргументируя, что в противном случае Трамп кинет Европу в вопросе конфликта с Россией в энергетическом и военном плане. В свете последних событий России нужно ожидать концентрацию Соединенных Штатов на решении внутренних проблем или Соединенные Штаты продолжат эскалацию ситуации в мире, чтобы сменить спектр внимания. Ну, мы понимаем, да, то, что для Америки, как для сверхдержавы, в общем-то, внутренняя политика перетекает внешнюю и обратно. Разница довольно-таки размыта. Если для других национальных государств разница есть, для Америки она не совсем настолько очевидна. Вот поэтому, понимаете, можно заниматься одновременно разными вещами и разбираться с внутренними проблемами, да, и заниматься внешней политикой. Поэтому здесь я особого противоречия не вижу. Вот что касается внутренних проблем, их, конечно, великое множество, да. И у администрации Байдена большая проблема состоит в том, что с этими внутренними кризисами они, ну, не справляются. Ситуация в экономике, ну, довольно сложная. Скорее всего, Америке даже и без дефолта может грозить рецессия в этом году. С инфляцией они вроде как поборолись, но это, знаете, такая первая победа, потому что пришлось взвинтить ставки до предела. И из-за этого мы видим турбулентность и на финансовых рынках, и на ипотечных рынках, и банкротство нескольких банков. За ними могут последовать еще до 200 региональных банков, у кого большие проблемы сейчас и с ликвидностью, и с убыткой. Кризис с миграцией, который мы сейчас наблюдаем на южной границе США, где десятки тысяч людей штурмуют американскую границу и пытаются проникнуть на территорию Америки. Плюс кризис с преступностью, да, и взлет преступности никуда не делся и продолжает, в общем-то, являться очень важной проблемой для США. Ну и так далее. То есть вот по всем мы смотрим направлениям внутриполитического трека, нигде мы не наблюдаем особых подвижек и успехов. Вот что касается внешней политики, да, то, конечно, свет клинам не сошелся на Украине. Есть и другие горячие точки. Взять тот же Тайвань, например, или Иран. Вот, и, конечно, Америка не будет отказываться от возможности, в общем-то, там тоже продолжать вести свою политику и продвигать свои интересы. Поэтому я бы здесь тоже, конечно, не обольщался. Вот, а что касается Украины, то вот как раз на днях стало известно, да, о том, что Белый дом рассматривает возможность заморозки конфликта на Украине по сценарию корейскому, либо по сценарию Кашмира. Ну, это, конечно, все замечательно. Вот, вопрос, во-первых, состоит в том, выгодно ли и приемлемо для России такая постановка вопроса. Ну, я думаю, что российское руководство должно будет с этим определиться. Ну и второй момент связан с тем, как это все отразится на ситуации на фронте. Да, потому что я думаю, что любые такие планы и прожекты, они будут внедряться только после того, как состоится вот то самое анонсированное и обещанное и распиаренное украинское контрнаступление. Вот по итогам его уже, конечно, станет уже понятнее весь расклад, связанный с Украиной. То есть если оно проваливается окончательно, я думаю, что Запад пойдет на переговоры с Россией. Вот если Украина сможет хотя бы какого-то успеха добиться на фронте и потом продать это как большую победу Западу, тогда, я думаю, что им удастся выторговать себе еще дополнительные очень крупные транши военной помощи и продолжать эту всю конфликтную ситуацию. Поэтому многое будет решаться на поле боя. Что касается предстоящих выборов, то здесь, конечно, позиции у Байдена довольно шаткие, потому что рейтинги его невысокие, и в вопросах он довольно сильно уже отстает от своего основного оппонента от республиканцев в лице Дональда Трампа. Но до выборов еще полтора года, конечно, и поэтому есть возможности наверстать упущенное, не усилить свои позиции. Поэтому не берусь прогнозировать, каким будет исход президентской гонки, но очевидно, что и у Байдена, и у Трампа есть шансы на победу в 2024 году. Не стоит никого из них заранее списывать со счетов. Запрет ТикТока в Соединенных Штатах. Что это означает? Почему только один штат, а не все остальные? Ну, они не блокировали ТикТок. Если вы имеете в виду решение в штате Монтана, это отдельная ситуация. Но, давайте так, не было никакого решения о блокировке ТикТок на территории всей Америки. В одном штате, это в Монтане, республиканский штат, решили местные власти протестировать, как это все будет, и заблокировали ТикТок на территории только своей юрисдикции, скажем так. Другое дело, что это, опять же, не выстоит в суде. Там уже идут в суд все недовольные. И, скорее всего, будет решение суда, которое это все отменит. Поэтому здесь я не думаю, что к чему-то знаковому это приведет. А вот здесь всерьез могут взяться за запрет ТикТока, это именно в Евросоюзе. Потому что там нет первой поправки Конституции, как в США, и нет вот этого понимания свободы слова. И многие такие вещи гораздо проще устраивать. Спасибо большое. С нами был политолог-американист Малик Кондакович Дудаков. Обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал. Ссылочка в описании. Там вы прочтете самые свежие, интересные новости из Соединенных Штатов Америки. А самые свежие, интересные новости в сфере энергетики вы обязательно прочтете на телеграм-канале Геоэнергетика.Инфо. Ссылочка тоже в описании. До скорых встреч. Обращусь к зрителям и к слушателям. Мы решили организовать ряд конкурсов, которые будут проводиться на нашем телеграм-канале исключительно для подписчиков телеграм-канала. Будут наши вопросы, ваши ответы тем, кто победит в конкурсе в качестве приза. Книга «Энергетика. Изменившая мир» моего авторства с моим автографом. Конкурс на нашем телеграм-канале с таким же названием «Геоэнергетика.Инфо». Заходите, подписывайтесь, участвуйте в конкурсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok